Это вечерние новости на RTN. Мы продолжаем выпуск. Дамба на юге Миннесоты, построенная в начале 1900-х годов, находится под угрозой разрушения. Правительство округа Blue Earth сегодня объявило о риске для дамбы Rapidon недалеко от Манката. Дамба находится в состоянии неминуемого разрушения. Мы не знаем, выйдет ли она из строя полностью, однако мы решили, что необходимо выпустить это уведомление. Нужно проинформировать жителей, а также соответствующие регулирующие органы, заявили в округе. Там также добавили, что их впервые уведомили о скоплении мусора на дамбе 23 июня. Чиновники активно наблюдают сейчас за ситуацией на объекте. Сильное наводнение вызвало хаос на Среднем Западе в минувшие выходные, в результате чего в Южной Дакоте погиб по меньшей мере один человек. В Айове катастрофические наводнения и сильные штормы побудили президента США Джо Байдена утвердить положение о стихийном бедствии для некоторых регионов. Это привлекло федеральное финансирование для оказания помощи. Хотя большая часть проливных дождей прекратилась, предупреждения о наводнениях все еще действуют в Манката, некоторых частях Миннесоты, Южной Дакоты и Айовы. Генеральный директор Тесла и владелец соцсети Экс Илон Маск подтвердил, что у него родился ребенок от Шивон Зилис. Пассия миллиардера родом из Канады, она директор компании Neuralink. Этот ребенок стал 12-м известным наследником 52-летнего Маска и третьим совместным ребенком с Шивон Зилис. Ранее у пары родились близнецы. Маск является самым богатым человеком в мире и без сомнения, имея состояние более 215 миллиардов долларов, он может себе позволить любые траты, связанные с воспитанием такого большого количества детей. Зилис 38 лет, она выпускница Ельского университета, была включена в список Forbes в 2015 году. В настоящее время она занимает должность директора по операциям и специальным проектам в Neuralink компании Маска, занимающейся исследованиями в области имплантов для мозга. До 2023 года Зилис была членом совета директоров OpenAI. Там она познакомилась с Маском благодаря своей работе в некоммерческих организациях. У Маска и Зилис есть еще близнецы, родившиеся в ноябре 2021 года. Записи об их рождении обнаружили в издании Business Insider в 2022. Это лишь одна из последних канадских связей Маска. В возрасте 18 лет будущий миллиардер эмигрировал в Канаду из Южной Африки, получив гражданство благодаря матери, родившейся в Канаде. Позже он женился на канадской писательнице Джастин Уилсон в 2000 году и развелся с ней в 2008. В браке родились шестеро детей. У бизнесмена есть еще трое детей от канадской певицы Граймс. Всего же у Маска теперь дюжина известных наследников. Он публично выступал против снижения рождаемости и тесно связан с движением пронаталистов. Этот последний новорожденный еще раз показывает, что публичная позиция миллиардера по этому вопросу совпадает с его личной жизнью. В Бруклине движение поезда F будет приостанавливаться на выходных. МТА работает над столь необходимым ремонтом почти столетней системы линии, сообщает Time Out. Ремонт позволит поездам двигаться быстрее и с меньшим интервалом. Это сделает линию F в целом более эффективной после завершения работ. А до тех пор пассажирам этой части Бруклина придется придумать альтернативные способы передвижения. Задержки повлияют на остановки поездов F между Church Avenue и Coney Island. Движение поезда F будет приостановлено с 5 июля до понедельника 8 июля. Затем поезд будет курсировать регулярно до конца месяца. Затем движение поезда снова будет приостановлено на выходных 9 августа и в каждые последующие выходные до 3 сентября. Если вы полагаетесь на этот маршрут, между Church Avenue и Coney Island будет курсировать бесплатный автобус. Обязательно учтите пробки и более длительное время в пути. Если вы просто пытаетесь добраться до Coney Island из Манхэттена или других частей города, вы также можете сесть на поезд D, N и Q. Согласно опросу, проведенному МТА, поезд F уже считается одной из наименее надежных линий метро во всей системе. Из десятков линий поездов именно это оказалось с наибольшим количеством задержек. По расписанию ходят всего 71% поездов. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе Пульс дня. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок